Пять лет назад Хабаровский край среди прочих регионов объединила общая беда. С конца июля 2013 года юг Дальнего Востока России, а также северо-восток Китая, оказались подвержены катастрофическим наводнениям, вызванными интенсивными затяжными осадками, что привело к последовательному увеличению уровня воды на реке Амур. На пике паводка 3 и 4 сентября расход воды в Амуре достигал 46 тысяч кубометров в секунду, при норме в 18-20 тысяч кубометров. Наводнение таких масштабов произошло впервые за 115 лет наблюдений. Согласно моделям, вероятность повторения такого события один раз в 200-300 лет. Стоит напомнить, режим ЧАЭС федерального уровня был введен 7 августа в пяти регионах Дальнего Востока. Это Якутия, Амурская область, Еврейская автономия, Приморский и Хабаровский края. 4 сентября вода в Амуре возле краевой столицы поднялась до рекордной отметки в 808 сантиметров. С 5 сентября началось снижение уровня воды. Мы продолжаем вспоминать события пятилетней давности, которые не оставили никого равнодушным. Каковы же были причины прихода большой воды, разберемся, а также поговорим о последствиях. В студии Борис Воронов, член-корреспондент Российской Академии Наук, научный руководитель Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН. Борис Александрович, доброе утро еще раз. Доброе утро. Расскажите нам более подробно, что такое бассейн реки и насколько он обширный у Амура. Бассейн реки – это практически водосбор реки. Это суммированная площадь всех притоков различного порядка Амура. То есть вся вода, которая находится в реке? Нет, это не вода, это площадь. Площадь. Это территория. Так вот, бассейн Амура – это один из больших, из крупнейших бассейн мира. Он входит в десятку крупнейших бассейнов мира. Более того, площадь его – миллион восемьсот пятьдесят тысяч квадратных километров. В пределы его можно вместить несколько европейских государств. И поэтому это очень серьезное такое образование бассейна. А правда ли, что обильные осадки тогда шли на территории всего бассейна? Это редкость или… Это редкость. Дело в том, что условно бассейн Амура можно разделить на таких пять подбассейнов, которые в основном формируют как раз основную массу воды в Амуре. Это Зейский бассейн, Серебежинский бассейн, Бурейский бассейн, и Сунгарийский, и Уссурийский. Самый большой – это Сунгарийский, потому что 30% стока Амура – это Сунгари. Ну, Уссури, допустим, поменьше, там 10-15%, так же и другие реки. И вот в 2013 году так случилось, что именно в пределах всего бассейна шли дожди, были осадки. Такое бывает исключительно редко. И вообще у нас считается, есть некая градация паводков, наводнений. Есть паводки 1% обеспеченности, то есть паводки, которые случаются раз в 100 лет. Есть паводки 25% обеспеченности, когда он случается раз в 4 года. Но такой паводок, какой был в 2013 году, практически действительно, вы правы, не был зафиксирован исторически. И вот он такой практически образуется, может быть, раз действительно в 300 лет. 0,3% обеспеченности. Но если говорить не о таких глобальных паводках, которые были, наверняка, возможно, еще больше, просто наблюдений не было, да, вот не такая история. Но насколько чисты могут быть паводки вам на Амуре? Вы знаете, у нас для нашего бассейна это естественно характерная вещь, поскольку он расположен в зоне очень интересных климатических условий. С одной стороны, это континентальный климат, а с другой стороны, это муссонные черты. И поэтому индекс континентальности где-нибудь на становом хребте 0,91. В то же время у подножия станового хребта где-нибудь на зее формируются муссонные паводки. Так вот, паводки возникать должны, по-хорошему, почти каждый год на Амуре. И так и есть, когда мы сталкиваемся с нормальным и естественным ходом климатических событий. Когда весенний паводок практически отсутствует, он совсем небольшой. А потом уже, начиная с июля и по сентябрь включительно, эти муссонные паводки формируются. Причем 3-3,5-4 метра на Амуре – это пара пустяков, это нормально. И практически все природные экосистемы, они приспособлены к этому паводку. Например, вы знаете, что луговые сообщества на следующий год после паводка повышают свою урожайность, там, допустим, продуктивность в 4-5 раз. Поэтому вот к нему природа нормально к этому паводку адаптирована. И только долгостоящие паводки, вот такие, как в 13-м году, когда мало того, что вода была очень высокая, но она еще и долго стояла. Ведь паводок шел с мая, с мая по конец сентября. И в конечном итоге, конечно, не каждое растение выдержит такие огромные сроки стояния под водой. И поэтому многие вот виды растений, особенно кустарниковые, древесные виды растений, они просто умирают. Хорошо, а как повлияли сбросы на ГЭС на ситуацию с уровнем Амура? Конечно, они повлияли. И этому есть причина. Поскольку, вот я вам говорил уже, некую цикличность, допустим, погодных условий у нас. Так вот, зима закончилась. Вышли из-под зимы водохранилища и гидростанции маленьких, с малым уровнем воды. И, конечно же, все управители стараются накопить эту воду. И они все собирают. И так же было в 2013 году. Они тут же начали собирать воду. Зная, что в мае должно быть мало воды, по естественным условиям. И в июне мало воды. Самые малые уровни в июне. А в это время вдруг начался паводок. И мало того, что они скопили уже довольно приличное количество воды, снова пошел паводок. И они вынуждены были сбрасывать эту воду из водохранилищ, поскольку была опасность просто разрушения плотины, перелив плотин. И в конечном итоге нормальные попуски, сбросы воды, они были превышены. Причем здорово превышены. И если суммируют все сбросы, а вы знаете, что, например, в Китае это больше 100 ГЭС. Они, правда, средние и маленькие. Но наши самые крупные, это Бурейско-Изейский ГЭС. Там маленькие ГЭС, но в сумме они дают очень большой сброс. А вот говорят еще, что такое сооружение, как мост, например, на Амуре, под Хабаровском, он тоже повлиял, потому что он стал таким бутылочным горлышком. Совершенно верно. Он стал бутылочным горлышком. И было бы все ничего, если бы от этого, не сам мост, а насыпь, подводящий к этому мосту, она такая стала полузапруда. Стала выполнять функцию полузапруда. И если бы были там довольно частые пропускные окна, особенно на участке, подходящем к мосту, все, может быть, было нормально. Но вот то, что осуществился подпор, ведь на траверзе Хабаровска пойма заливалась на расстоянии 17 километров. То есть ширина потока была 17 километров. И вот она вдруг подошла, этот поток подошел к мосту. Он, конечно же, сразу пропустить вот этот проем не мог, такое огромное количество воды. И поэтому осуществился подпор примерно на 70-80 сантиметров. Борис Михайлович, но вот если учитывать все факторы, которые мы сейчас перечислили, возможно ли прогнозировать такое наводнение, возможно ли прогнозировать поводок повторения? Говоря честно, у нас нет достаточно четких, хороших механизмов прогнозирования таких поводков. Но мы знаем, что есть цикличность. Проходит, допустим, 10-20 лет, жди повышенного поводка. Но были годы, когда поводки 100% обеспеченности шли один за другим. Их бы надо было ждать через 100 лет, а он, допустим, шел на следующий год или через год. Поэтому пока хорошего прогнозического механизма нет. И этому масса причин. Если бы все развивалось по тем законам, которые сформировала природа, все было бы хорошо, но наслоился антропогенный фактор, который в значительной степени нарушил естественный ход событий. Но в любом случае будем надеяться, что такая большая вода, настолько большая, какая была тогда, не придет к нам. И большое спасибо, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что у нас в гостях был Борис Воронов, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН. Редактор субтитров А.Семкин